Новую структуру власти Кубани представил депутатом глава региона Александр Ткачев на очередной 62-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края. О масштабной модернизации вертикали власти Ткачев заявил еще больше месяца назад на расширенной планерке со своими замами и другими руководителями органов власти. Подробности далее в программе. Сделать более прозрачной, оперативной и доступной для людей – главные принципы новой структуры власти. Ее модернизация начнется с сокращения числа чиновников и ведомств в полтора раза, в котором вместо 66 станет 47 органов исполнительной власти. Сокращением подвергнутся кадровые, юридические, бухгалтерские отделы, одним словом, обслуживающие подразделения и дублирующие органы. Соответственно, уменьшится сумма затрат на зарплату сотрудников. Сэкономленные средства будут направлены на развитие социальных программ, строительство жилья, повышение зарплат бюджетникам, ремонт больниц и открытие новых детских садов. Я считаю новую структуру оптимальной на сегодняшний день и считаю, что она более дееспособна, прозрачна и эффективна. Удобна и понятна как для людей муниципальной власти, так и для людей-представителей бизнеса. Также помимо вице-губернатора Александр Ткачев представил депутатам всех своих заместителей, хотя по закону обязан назвать имя только первого, которым по-прежнему остается Джамбулат Хатуов. Он, как и ранее, будет курировать вопросы с органами местного самоуправления, силовиками, а также подготовку к Олимпиаде 2014-го, архитектуру и строительство. В команде Ткачева появились и два новых имени. Николай Бутурлагин, ответственный за стратегическое развитие региона и инвестиционную политику, и Эдуард Кутыгин, новый министр сельского хозяйства. В команду придут новые люди, с ними придут, естественно, новые идеи, современные навыки работы, организации труда, процессов. И, конечно, я очень надеюсь, что мы с ним будем связывать, безусловно, и новое поэтапное развитие нашего края, прежде всего экономического, социального направления. И вновь бюджет края претерпевает изменения. Происходит это из-за увеличения налоговых поступлений почти на 2 миллиарда рублей. Эти деньги планируется потратить на ремонт дорог, освещение, программу жилища, дети Кубани, помощь малоимущим семьям. А также на компенсацию части затрат по страхованию урожайств, хозяйственных культур и многолетних насаждений на условиях софинансирования с федеральным бюджетом будет предусмотрено дополнительно 358 миллионов рублей. В первом чтении депутаты рассмотрели законопроект о сельских усадьбах в малых населенных пунктах Краснодарского края. Этот закон поможет начать собственное дело на земле. В меры поддержки государства входят предоставление земельного участка от 50 соток до 5 гектаров, строительство и приобретение жилья, предоставление материальной помощи. Семья, участвующая в программе и создающая сельскую усадьбу в малом сельском населенном пункте, получит выплаты за счет средств краевого бюджета, которые составят при рождении второго ребенка, единовременное пособие в сумме 500 тысяч рублей, при рождении третьего ребенка и каждого последующего выплачивается единовременное пособие в размере 700 тысяч рублей. Новый закон объединяет все те возможности для сельского предпринимателя, чтобы развивать, заниматься сельским хозяйством, а проще производством продуктов питания, качественных продуктов питания, востребованных продуктов питания, то есть от которых зависит жизнь, здоровье, долголетие населения. Несколько вопросов в повестке дня касались жилищной и коммунальной сферы. Депутаты проанализировали, как на территории края управляющих компаний раскрывают информацию о своей работе. Всего на сессии было рассмотрено порядка 70 вопросов.